Привет, друзья! Я Александр Кушнарь на канале Ньюсейдер. Евросоюз и Соединенные Штаты ввели масштабные санкционные пакеты, очередные, против белорусского режима Лукашенко, а фактически против вассала Кремля, потому что никак иначе, кроме как вассалам, конечно же, сейчас весь этот чудовищный, абсолютно людоедский и жутко, на самом деле, архаичный режим Лукашенко назвать нельзя. И на самом деле то, что произошло, это в значительной степени удар и по Москве, причем в двух значениях. Но для начала посмотрим, а что, собственно, такое вот этот санкционный пакет, который был введен Брюсселем и Вашингтоном. Синхронно причем. Мы прекрасно понимаем, что если бы не администрация Джо Байдена, то вряд ли эта синхронность имела бы место. Уверен, что при Трампе мы вообще бы не могли говорить в принципе о том, чтобы были введены какие-то синхронные совместные пакеты, соответственно, Северной Америки и матушки Европы. Теперь это новая реальность. Мы видим, как трансатлантический мир синхронно действует, как единое образование, как, собственно, союз, производящий более половины ВВП, военный союз, политический союз, союз, основанный на единых ценностях. Итак, главным последствием вот этого санкционного пакета будет тот факт, что на самом деле белорусский режим будет медленно лишаться валюты. По существу мы имеем дело с, так сказать, с санкциями судного дня. Почти. Потому что, по большому счету, вот те меры, которые введены, они призваны уничтожить экономику белорусского режима. Не Беларуси, как страны, а именно белорусского режима, который, как мы знаем, реально просто-напросто паразитирует на остатках советского наследия и годами, десятилетиями рассказывает своему народу, но теперь в это уже, конечно, никто не верит, про то, какой крепкий хозяйственник Лукашенко и как он замечательно поднял страну. Это при зарплате в 200 долларов на человека, как, собственно говоря, до сих пор и действует вот такой стандарт, такова средняя сумма, которую может получить белорус. И мы понимаем прекрасно, что эти 200 долларов, это не за счет того, что какой-либо производство может быть рентабельным. То есть рентабельных производств не так много. В основном все это существует на бумаге. Вот как во времена госплана при Советском Союзе. Не люди, получающие эти 200 долларов, они получают не за то, что они что-то действительно производят. Они получают это не за то, что они что-то создали, это было продано и выручка была выше, чем, условно говоря, себестоимость труда. Это не так. Нужно понимать, что на самом деле все это просто декорацией. Реальное финансирование идет из Кремля и за счет тех буквально нескольких крупных предприятий, например, скажем, тоже калийное, например, предприятие, да, предприятие, связанное с нефтехимическим производством и так далее. Вот, собственно, с них, так сказать, простой беларус может что-то действительно реально получить. Ну, то есть здесь можно сказать, что не совсем это на бумаге существует. Я не экономист и это нюанс, который, конечно, должны разбирать экономические эксперты, но тем не менее в целом оно выглядит именно так. И вот как раз таки за счет этих предприятий Беларусь и получала валюту. Ну, разумеется, мы сейчас не рассматриваем даже IT-сектор, потому что очевидно, что он тоже приносил значительную долю валютной выручки беларускому режиму. Но надо понимать, что про IT-сектор в Беларуси, конечно, можно забыть, потому что IT-сектор просто-напросто там закрывается и сейчас, вот прямо сейчас он просто уходит оттуда, бежит. И таким образом, единственная надежда беларусского режима, это вот как раз были вот эти вот несколько буквально компаний, да не секторов, а компаний, которые могли бы принести Лукашенко какую-либо валюту, евро, доллары. Теперь на этом поставлен крест. Теперь эти предприятия фактически оказались в изоляции. Работать они смогут теперь только с Россией и, может быть, с несколькими странами СНГ. Но мы на самом деле понимаем, что без взаимодействия с внешним миром эти предприятия обречены на поражение, на медленное загнивание. Вот как та же самая компания Белави, потому что она фактически, ну, можно сказать, что банкротится сейчас, потому что просто летать некуда. А Россия и вот ее вассалы в СНГ не способны компенсировать вот эти потери. Поэтому, например, Белави уволила половину своего штатного состава только что после того, как Евросоюз просто запретил этой компании летать в Европе, садиться с самолетом этой компании на европейских аэродромах. Вот, собственно, та же самая судьба сейчас постигает и вот эти несколько компаний, которые, в общем-то, были последним, можно сказать, окном в Европу для белорусского режима. Скажем так, предпоследним. Последнее окно это те иностранные компании, которые пока еще действуют в Беларуси. Ну, по всей видимости, в скором времени им оттуда придется уйти. Видимо, Лукашенко их будет оттуда убирать, выдавливать как в отместку за то, что сделал Запад. И, с одной стороны, конечно, кто-то скажет, что вот эти санкции это то, что подтолкнет Лукашенко уже окончательно в объятии Кремля. То есть, они и сейчас уже фактически действуют как вассал и сюзерен, но, тем не менее, тем не менее, даже несмотря на то, что действительно, действительно белорусский режим полностью уже слился в союзе с Москвой, чего не было еще год назад, и трудно было даже это себе представить, как будто, да? Хотя, на самом деле, конечно, это не так. В действительности Лукашенко всегда был губернатором Беларусской области в восприятии Москвы и, на самом деле, в восприятии своим собственным. Но, по крайней мере, внешне все это декларировалось не так. Внешне казалось, что белорусский режим, белорусский диктатор пытается демонстрировать какую-то независимость от Москвы. Сейчас нету и этих деклараций, и этих декораций, и этой видимости. Говорим Лукашенко, подразумеваем Владимир Путин. Да, с одной стороны, действительно, эти санкции, это то, что сейчас уже с неизбежностью просто-напросто приводит к окончательной, вот той самой интеграции, которой мечтала Москва. Белорусский режим интегрировал свою подведомственную ему территорию в Россию, в путинскую Россию, в путинский режим. Да, с другой стороны, здесь есть два момента. Первое, экономический. Мы прекрасно понимаем, что потери, которые сейчас понесет белорусский режим и, соответственно, белорусский народ, который реально что-то мог получить от работы вот этих предприятий, когда они еще взаимодействовали с внешним миром, с западом. Вот мы понимаем, что сейчас для этих людей, собственно говоря, нет никакого иного выхода. Итак, получается, что предприятия фактически будут существовать на дотации. Но на чьи дотации они будут существовать? Кто будет компенсировать вот эту потерю, эту дыру, кто будет закрывать? У белорусского режима закрывать ее нечем. IT-сектор убежал. Все. И эту дыру будет закрывать Кремль. А из каких денег? И главное, а каковы суммы на самом деле? А они значительны. Это на самом деле миллиарды долларов. Это не маленькие суммы. Кто-то этих людей вот на этих предприятиях должен кормить. Эти предприятия не могут, как Белави, уволить половину своего штатного состава. А даже если и могут, то всем этим людям необходимо платить какие-то пособия. Их нельзя просто выбросить на улицу, потому что белорусский режим, несмотря на то, что он, конечно, плюет на свой народ, но, тем не менее, он старается поддерживать какую-то минимальную, что ли, видимость заботы. И вот так просто выкинуть тысячи человек на улице никто не может. Да и потом, в конце концов, ну, существуют какие-то минимальные там вот стандарты этой вот социалистической справедливости, которую устроил Лукашенко, которую он годами воспевал как свое достижение. Короче, не может белорусский диктатор оставить свой рабочий люд, на которых он якобы опирается, без денег. Соответственно, просить будут у кого? У Кремля, естественно. Кремль будет компенсировать Лукашенко вот эти затраты. Точнее, вот этот минус, который у него образуется в результате западных санкций. И, кроме того, конечно, если мы получаем такую дыру, то мы получаем и, соответственно, дополнительный рост недовольства среди белорусского общества. Белорусское общество и так в целом настроено против режима Лукашенко. И мы сейчас говорим, конечно, не о тех, так сказать, передовых людях, которые выходили на митинги. Мы говорим о простых людях, так называемых простых, то есть таких, которые не старались проявить свою политическую активность. Это что называется глубинный белорусский народ. Вот это он. Он будет страдать. И, соответственно, в нем среди этих людей будет зреть дополнительное недовольство режимом Лукашенко. И, кроме того, мы понимаем, что вот эти предприятия, которые сейчас попали под санкции, то есть вот эти сектора белорусского режима, которые попали под ограничительные меры, они ведь кормили еще и силовиков. А это главная опора режима, реальная опора белорусского режима. Им зарплату платить из каких денег надо? То есть, понятно, что раньше, собственно, Путин, опять же, давал Лукашенко эти деньги, а сейчас потребности возрастают, потому что, потому что, опять же, образуется эта дыра. Раньше, скажем так, грубо говоря, эти белорусские силовики существовали за счет двух маток. Первое, это вот те самые предприятия внутри Беларуси, а второе, это как раз таки дотации из Кремля. А теперь остается в значительной степени только дотации из Кремля. И я еще раз подчеркиваю, это миллиарды долларов. И это ложится на путинский режим. И это на самом деле хорошо, если задуматься. Если вообще в этой ситуации можно говорить, что есть что-то хорошее, потому что, когда страдает народ, целый народ, когда политическими заключенными в Беларуси не просто издеваются, а их медленно убивают. Когда сидит Роман Протасевич, которого просто публично, психологически истязают, заставляя играть чудовищную роль человека, который благодарен террористу в рамках Стопгольмского синдрома, вот если здесь и есть что-то вообще, ну не то, что хорошее, а хотя бы просто немножечко оптимистичное, это то, что сейчас путинскому режиму придется компенсировать, собственно, вот эти дыры белорусского режима. И, соответственно, у Кремля будет меньше денег. Да, частично это будет компенсировано тем, что, видимо, Европа теперь будет закупать некоторую часть того, что она потеряет от Беларуси в России. Да, действительно это так. Но полностью компенсировать невозможно. И, кроме того, валюта белорусскому режиму понадобится уже вот буквально в ближайшее время. Это произойдет скоро. И тут уж придется Путину срочно лезть в карман и вынимать целые миллиарды долларов. Он это сделает, потому что у него нет выбора. Мы знаем, как Путин держится за Лукашенко. Лукашенко это в значительной степени залог существования Путина. Белорусский диктатор существует как доказательство того, что Путин не является последним диктатором Европы. И для Путина белорусская территория, это его в путинском восприятии, это последняя линия обороны против цивилизованного общества за пределами России. Потому что Путин потерял на данный момент все. Он оказался в полной изоляции. Мы сейчас, кстати, поговорим о том, как он стремительно теряет влияние даже в тех регионах, где, казалось бы, он не должен был потерять. И вот это первый момент. Экономический. То есть Запад вводит санкции против белорусского режима и теряет реально в том числе и, прежде всего, на самом деле путинский режим. Это ему нужно будет содержать очередную черную дыру. У него уже таких дыр несколько. Это, собственно, оккупированные территории Украины, это оккупированные территории Молдовы, это оккупированные территории Сирии, это частично оккупированные территории Ливии, это оккупированные грузинские территории. И теперь ему нужно будет еще больше затрачивать на оккупированные белорусские территории. Но есть и второй момент. Он имеет политико-символическую ценность, политико-символическое значение. А какое? Вот уже все давно перестали замечать, что на самом деле у Путина нет союзников. Что он находится в абсолютном одиночестве. Но тем не менее, на самом деле это ведь поразительно. Посмотрите, весь мир высказал свой протест и политическими, и экономическими мерами против режима Лукашенко. Протест против того, что Лукашенко перешел в последнюю черту. Когда он совершил вот этот воздушный теракт. Мы сейчас до сих пор еще на самом деле точно не знаем, кто совершил на самом деле этот воздушный теракт. По чьей инициативе это было сделано. Действительно ли это сделали белорусские силовики по инициативе Лукашенко. Или же, что очень вероятно это сделали российские силовики, которые на самом деле вполне могут носить белорусскую форму по окрику из Кремля для того, чтобы, опять же, увеличить зависимость Лукашенко от Кремля, сделав его уже совершеннейшим изгоем. Мы точно не знаем, но есть факт, что белорусский режим сейчас подвергся масштабной экономической и политической атаке со всего цивилизованного сообщества. Все мировое сообщество сказала Лукашенко, что ему теперь выход из вот этого состояния прямой только под трибунал, ну либо в могилу. И вот в этих условиях Путин в интервью НБС говорит о том, что он на самом деле верит версии Лукашенко о том, что якобы совершенно легально был посажен вот этот самолет и без принуждения. Самолет с Протасевичем. Путин открыто подписался под тем, что произошло в белорусском небе. Вот под этим беспрецедентным воздушным терактом. Путин фактически себя объявил не просто защитником Лукашенко, а по сути дела тем же самым Лукашенко. Мы вспомним, как Владимир Путин ответил на вопрос, который ему задали на петербургском форуме. А вы бы вот таким образом перехватили самолет с оппозиционером в российском небе? И Путин тогда хитренько так захихикал и сказал, не скажу. То есть фактически Путин вполне допустил такую ситуацию, когда в российском воздушном пространстве можно захватить лайнер с самыми разными иностранными гражданами для того, чтобы затем просто-напросто похитить какого-нибудь своего политического оппонента. Это, кстати говоря, сигнал к тому, дорогие мои друзья, стоит ли вообще использовать Москву как транзитную зону? Я всегда говорил, что это на самом деле безумие лететь через Менск, через Москву, через Пекин. Точно так же, как абсурд лететь, например, через Иран транзитом. Или тем более через Северную Корею. Или через Венесуэлу. Друзья мои, это сумасшествие. Ну вот Владимир Путин сейчас для самых непонятливых уже объяснил. Дорогие мои друзья, вы будете захвачены, если вы являетесь политическими противниками Путина. И летите через Москву или просто через российское воздушное пространство. К счастью, через российское воздушное пространство практически нет никаких важных рейсов. Просто не нужно лететь нормальному человеку через Россию. Но, тем не менее, иногда приходится, наверное. Давайте посмотрим на эти воздушные маршруты. В общем, это надо иметь в виду просто. Что Владимир Путин сказал, что он сделает так же, как поступил Лукашенко. Он будет захватывать самолеты. Он воздушный террорист. Вот что, по сути дела, говорит Путин в интервью NBC. И вот что он говорит, когда отказывается от каких-либо мер против режима Лукашенко. Когда он отказывается присоединиться к хотя бы дипломатическому давлению на белорусский режим. Что, кстати, подтверждает, в общем-то, расхожую гипотезу, что это, конечно, и российские спецслужбы поучаствовали в этом воздушном теракте. Что подтверждает, что это российские военные, как минимум, закрыли глаза на то, что совершил Лукашенко в небе Беларуси. Потому что, на самом деле, белорусская и российская системы ПВО являются интегрированными. И, конечно же, российские военные не могли не видеть, что происходит, когда перехватывается самолет. Но это как минимум. А как максимум, они были инициаторами вот этого явления. И Путин оказался в абсолютной изоляции в очередной раз. Когда весь мир осуждает воздушный теракт и говорит, что ну так делать нельзя. Всеми своими экономическими мерами он показывает, что это последняя красная линия. Тот, кто за нее переходит, объявляет цивилизованному миру войну. И вот Владимир Путин выбрал вот в этой ситуации нахождение в стане врагов западного общества. Он, Владимир Путин, по сути, подписался под воздушный терроризм Лукашенко. Он согласился с тем, что так делать можно. И что он, на самом деле, вполне легко может сделать так же в час икс. Эти два момента очень важные. Подводим итог. Поним, это то, что Путину придется раскошелиться теперь на компенсацию белорусскому режиму. И второе, это то, что Путин теперь, по сути дела, прямо объявил себя воздушным террористом. И выводы, соответственно, можно делать отсюда совершенно очевидной. Что с Владимиром Путином, на самом деле, в будущем, или с его режимом, или с тем, что будет после него, вполне можно поступать так, как сейчас поступили с белорусским режимом. Беспощадно. Пока что этой беспощадности мы не видим в той мере, в которой нам хотелось бы. Но колесо истории крутится неумолимо. И мы видим, как даже в Армении, где, казалось бы, у Путина есть все возможности влиять, в Армении, где российские пропагандисты работали из последних, так сказать, сил, не покладая рук, для того, чтобы дискредитировать проевропейскую партию Пашиняна, ничего не удалось сделать. Даже несмотря на то, что российский режим пошел, на самом деле, на чудовищную для себя жертву. В тот момент, когда Алиев приказал наступать для освобождения азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, Путин, по сути, поднял лапки и ничего не сделал. Почему он ничего не сделал? Это всем очевидно, потому что Владимир Путин надеялся, что когда азербайджанская армия разгромит армянскую, то, по логике Путина, просто-напросто Пашинян должен был бы слететь. И мы видели на протяжении нескольких месяцев после того, как армянская армия была разгромлена, как периодически какие-то выступления были в Армении. Ну, понятно, что частично они, наверное, были искренними. Но понятно, что эти настроения подогревались российскими пропагандистами. И, собственно, основной леет мотив вот этих всех сюжетов, вот этих всех выступлений, заявлений со стороны армянской, ну, сейчас оппозиции, ну, то есть кремлевских ставленников. Собственно, вот все эти сюжеты сводились к тому, что Пашинян виноват в том, что проиграл войну и, соответственно, должен уйти. И даже были попытки сместить Пашиняна. И, в общем-то, мы прекрасно понимаем, что задача Кремля была полная дискредитация. Не то, что Пашиняна, а вообще в целом проевропейское движение. То есть Путин же всегда как хочет сказать. Ну, вот смотрите, в Украине произошел Евромайдан. Видите, война началась. Видите, в Армении случился в свое время цветная революция, так скажем. Ну, посмотрите, опять же, война. И получилось ли у Путина сместить Пашиняна? Мы только что увидели, что партия Пашиняна разгромно победила ставленников Путина. То есть настолько армянскому обществу осточертели эти кремлевские ставленники, это вся эта архаичная клановая масса, которая годами и десятилетиями не давала Армении двинуться в сторону нормального, цивилизованного европейского общества, что армянское общество просто-напросто и не подумало критиковать Пашиняна только на том основании, что он проиграл войну. Потому что армянское общество прекрасно понимает, оно это продемонстрировало на этом голосовании, досрочном парламентском голосовании, в смысле на досрочных парламентских выборах, что оно прекрасно понимает, что виноват в том, что война на Горном Карабахе была проиграна, не Пашинян, а старый клан. И армянское общество на самом деле сказало, что оно не будет придерживаться вот, скажем, вот этих вот, я бы так сказал, традиционных, достаточно архаичных на самом деле, склонностей к тому, чтобы до последнего стоять за колочок земли. Как бы это кому обидно не было, но тем не менее. По большому счету это ведь архаично. И это не является на самом деле ценностью современного цивилизованного человека. В том смысле, что оно не является самоценностью. Самоценностью является европейский путь. И армянское общество сказало, ладно, мы эту войну проиграли, но ведь у нас есть шанс. Шанс стать цивилизованными гражданами. Европейскими гражданами. Не говоря уже о том, что на самом деле, в соответствии с политической картой, безусловно, на Горном Карабахе является азербайджанской территорией. И армянское общество по факту объективно сказало, что оно придерживается вот этой международно признанной карты. Оно понимает, что претензии Армении вот на эту часть на Горном Карабахе, которая принадлежит Азербайджану, эти претензии не являются юридически обоснованными. А ссылка на какие-то старые исторические документы совершенно здесь неуместна. Потому что это архаика. А альтернатива это движение в сторону европейского цивилизованного сообщества. И армянское общество выбрало именно его. И оно отказало Владимиру Путину, его режиму, режиму его ставленников в доверии. Причем абсолютно. Не помогли ни вот эти российские пропагандисты, ни проигранная война, которая в значительной степени, собственно, была проиграна именно потому, что режим Путина отказался вмешиваться. Он дал зеленый свет правительству Алиева. А не дать было тоже достаточно сложно, потому что администрация Алиева была настроена очень серьезно. Она получила очень серьезную поддержку со стороны правительства Эрдогана. Оно было очень хорошо подготовлено в военном смысле, потому что ведь на самом деле это была война. Война в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Современной, модернизированной армии НАТО против старой, воюющей по советским лекалам, советской, российской армии. И таким образом Путин сделал ставку на эту войну как на способ победить Пашиняна, уничтожить его, выбросить из Армении и заставить Армению, армянское общество, оставаться вассалом Путина. Так вот эти планы полностью провалились. Россия проиграла и свою репутацию как надежного союзника в этом регионе, как влиятельную силу в этом регионе. И, с другой стороны, Россия поиграла, собственно говоря, в самой Армении. И еще один кусок территории, скажем так, культурной, политической, географической, бежит от Владимира Путина. Друзей Владимира Путина стало еще меньше. И это очень важный итог того, что произошло. Владимир Путин на самом деле не понимает до сих пор этого. Он не хочет в это верить. Он продолжает жить в своей реальности, в которой он не изолирован. А если он даже и подвергается давлению, то это потому, что на самом деле некоторые враждебные силы в Соединенных Штатах и в Европе так небольшое количество этих сил, они просто пытаются якобы навязать свою особую трактовку мирового пути остальному человечеству. А так-то на самом деле Владимир Путин не находится в изоляции. Это просто какая-то ошибка вышла. Ошибка, которую можно исправить. И то, что именно так думает Владимир Путин, показывает его статья в немецком издании, которую он написал. В этой статье, в общем-то, он, опять же, перечисляет свои старые добрые болячки, где он рассказывает о том, что якобы это не режим Путина виноват в том, что, собственно говоря, Россию стали считать изгоем. А это какие-то силы в Соединенных Штатах и в Европе хотят превратить Россию во врага. И поэтому обкладывают Россию по периметру. Владимир Путин опять снова пишет про этот кровавый переворот в Украине, где был свергнут легитимный в кавычках Янукович. Владимир Путин опять пишет про то, что якобы когда-то НАТО дало обещание Горбачеву не расширяться, что является полной чушью. НАТО не давало такого обещания. И что якобы именно вот это расширение приводит к тому, что Россия вынуждена защищаться. Владимир Путин говорит немцам и вообще всем, что давайте жить дружно. Россия это часть Европы. И что это не Россия виновата в том, что она не в Европе. Не режим Путина, который захватывает чужие территории, десятками тысяч убивает мирных граждан за пределами российской территории. А виноваты в этом европейцы, которые почему-то не хотят принимать Россию в список цивилизованных стран. Почему-то не хотят видеть ее частью современного европейского нормального сообщества. И Владимир Путин там говорит в том числе и о том, что... Ну, собственно, в связи с чем эта статья и была написана? Якобы... Вот вспомните, как нацисты вероломно атаковали Советский Союз. Мы понимаем, что речь сейчас идет о вот соответствующей дате, памятной дате в этот день. Германские войска Третьего Ореха напали на Советский Союз. И именно по этому поводу была опубликована эта статья. Она, кстати говоря, очень повторяет и очень похожа на то, что Владимир Путин писал в связи с 9 мая в прошлом году, где он подробно объясняет, что Россия на самом деле это не захватчик, а Литва и Латвия вошли в состав Советского Союза добровольно. Ну и так далее. Это очень похоже. Это, собственно говоря, тот мир, в котором живет Путин, он бесконечно повторяет эти свои параноидальные абсолютно вымышленные инсталляции. Это жутко. Это просто жутко. Потому что Владимир Путин это владелец красной кнопки. Он вот так видит мир. И он говорит немцам на то, о том, что они напали, нацисты напали в 41-м году. И Владимир Путин как бы не замечает того, что только что сказала Меркель, когда она именно по поводу этой даты сказала, что это было ужасное, вероломное событие. И, собственно, вот эта Вторая мировая война, которую развязала нацистская Германия, и, в частности, то, что сделала нацистская Германия с людьми на советской территории. Но она же в своей речи вспомнила и про аннексию Крыма. Тем самым она приравняла режим Путина к нацистской Германии. Меркель показала, что нет никакой исторической вины перед режимом Путина. Что режим Путина, точно так же, как и Третий рейх, аннексирует территории. Пренебрегает правами человека, унижает достоинства людей, презирает человеческие жизни, мечтает о разделе мира, а то и о захвате мира. Режим Путина, и Путину лично, конечно, это очень не понравилось. Это очень хороший сигнал, потому что даже Берлин, который выбрал принципиально мирный путь развития, который страдает комплексом вины перед Россией, даже Берлин, даже немецкие власти демонстрируют, что они прекрасно понимают, вот такой режим Путина. Они прекрасно понимают, что аннексия Крыма это ровно то же самое, что в свое время сделала Германия в отношении нескольких иностранных территорий, которые она объявила зоны интересов немецкого общества. И Владимир Путин таким образом терпит полный крах даже на идеологическом фронте, который он пытается все время сдвинуть в сторону Европы, навязать всем свою повестку. У него это не получается. Он оказывается в полной идеологической и политической изоляции. И это его статья, в которой он говорит, да что, покупайте газ у нас, покупайте газ, говорит он. Это не ваша война, дорогие друзья. Мы же с вами все братья. Вот эта статья, естественно, не будет воспринята всерьез. Владимира Путина перестали воспринимать всерьез, особенно после саммита с Байденом, где он продемонстрировал себя в качестве абсолютного сумасшедшего изгоя. И все последующие события, которые мы сейчас будем видеть, это будет подтверждать это его изгойство. Он будет становиться все более одиноким. И более того, мы можем ожидать наращивания очень серьезного давления. И усиления конфронтации Запада с российским режимом, который теряет последние свои идеологические, политические и географические опоры. И вот, между прочим, пресс-секретарь Белого дома, Маджиан Псаки об этом четко сказала только что. Мы не будем предупреждать Россию об ответных мерах на возможные кибератаки. Ясное дело, по поводу чего она сказала это. Она сказала это в ответ на заявление Марии Захаровой о том, что якобы российский режим даст асимметричный ответ в случае введения новых санкций со стороны США. А я уже говорил в своей передаче. Ответные меры это, разумеется, кибератаки. Еще раз напомню, что Байден прочертил перед Путину красную линию на встрече в Женеве, где он показал, что, по сути, если Владимир Путин, его государственные и негосударственные хакеры нападут на американскую критическую инфраструктуру, то это будет актом объявления войны. И когда Псаки говорит, что предупреждать Америка не будет, Россия, мы понимаем, что это значит. Мы вполне можем ожидать, что речь на этот раз пойдет уже не только об атаке на, как это уже случилось буквально месяц назад, атаки на военные структуры России. На этот раз атака может быть уже на какие-то экономические активы Владимира Путина и его олигархов. Итак, мы в очередной раз увидели сдвиг в сторону изоляции Владимира Путина. Режим Путина становится все более одиноким, изолированным, ущербным и архаичным. И, безусловно, сейчас мы находимся на последнем этапе загнивания не просто путинского режима, а российской империи, российской имперскости как таковой. Я думаю, что после Владимира Путина, а его конец, конец его режима и биологический и политический он очень близок, после режима Путина у России появится шанс исцелиться, но это будет уже не та Россия, которую мы знаем сегодня. Российская государственность разрушается, она уже разрушена, она уже уничтожена фактически. И то, что мы называем русской цивилизацией, погибает и после Путина эта гибель ускорится, на месте России образуется нечто иное, что еще посмотрим. Но вот прямо сейчас своими действиями Путин ускоряет ход истории к концу, российской истории, к финалу. Спасибо, что остаетесь с Ньюсейдер, подписывайтесь на наш канал и следите за новостями вместе с нами. При желании можете поддержать нас на платформе Патреон и других ресурсах. Ссылки найдете в описании к этому видео. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok